Здравствуйте! 7 мая весь мир отмечал 180-летие со дня рождения гения русской музыки Петра Ильича Чайковского. А знаете ли вы, что он мог и не стать великим композитором? Родители Чайковского решили, что их 10-летний сын должен поступить в Императорское училище правоведения и стать юристом. В зале отдыха в училище стоял рояль, и Петя в свободные минуты подкрадывался к нему и тихонько наигрывал. Однажды, когда он думал, что его никто не слышит, Петр заиграл по-настоящему. В зале тут же собралась целая толпа. «Чайнька, да ты здорово играешь!» – воскликнул кто-то. И мальчишки наперебой стали просить его исполнить популярные в то время песни, арии, марши. Наблюдая за музыкальным талантом своего сына, отец композитора нанял ему одного из лучших петербургских педагогов – Рудольфа Кюндингера. После трех лет занятий отец спросил у преподавателя, может быть, стоит его сыну всю жизнь посвятить музыке. Но педагог отрицательно покачал головой и сказал, мол, да, хороший, прилежный ученик, но не имеет каких-либо выдающихся способностей. Так мечта стать профессиональным музыкантом покинула Чайковского. Но музыка не покидала его никогда. Училище правоведения он окончил с чином титулярного советника и поступил на службу в департамент Министерства юстиции. Служба была ему в тягость. Вдруг Чайковский узнает, что по инициативе известного пианиста Антона Рубинштейна в Петербурге открылись общедоступные музыкальные классы. На следующий же день молодой человек побежал записываться туда. Жизнь заиграла новыми яркими красками. Таков порой бывает тернист путь к исполнению своей мечты. Субтитры создавал DimaTorzok